В последнее воскресенье июня вся Украина будет отмечать День молодежи. Этот праздник не имеет точной даты. Ежегодно меняется и количество мероприятий и их участников. Однако неизменным остаются веселье, хорошее настроение и дух свободы, присущим горячим сердцам. Именно в честь молодого поколения 25 июня в Белом городе на Днестре в Парке мира пройдет торжество. Учитывая, что для молодежи самое лучшее время это вечернее, поэтому такая веселая программа, с одной стороны праздничная, с другой стороны много конкурсов, много всевозможных развлечений будет проходить в Парке мира, начиная с 17.00. Отдел культуры, цен культуры досуга готовит такой свой большой блок, который называется «А мы в кедах». Как рассказала Светлана Байло, на сегодняшний день по всей территории нашей страны, а также в Европе стало модно ходить в кедах. Поэтому у организаторов и возникла идея с дресс-кодом празднования Дня молодежи. Приглашаем молодежь в разного цвета кедах прийти, принять участие и поучаствовать в разных конкурсах. Очень много призов приготовили. Реально будет весело, молодежно. У нас сегодня во Дворце культуры работает такая молодая команда, и она пишет сценарий как для себя. Действительно, чтобы было молодежи интересно и весело провести этот день. В начале празднования планируется торжественно поздравить представителей талантливой молодежи Акермана. Затем на сцену выйдут артисты лучших коллективов города. Помимо концертной программы в Парке Мира расположатся различные выставки декоративно-прикладного искусства, а также смотр оружия. Поэтому всех приглашаем в Парк Мира с 17.00 25 июня. До скольки? А планируем где-то до 21.00 закончить такой еще молодежной дискотекой. Поэтому приглашаем всех принять участие в этом празднике. Как рассказала Светлана Байло, 28 июня в Белом городе на Днестре готовится отметить еще один праздник, посвященный 21 годовщине Дня Конституции Украины. Звичайно, до цього дня ми готуємо урочистості, які пройдуть біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. В урочистостях візьмуть участь як представники місцевої влади, так і районно-державної адміністрації. Ну, а продовжаться святкові заходи у Михайлівському сквері. Там така невеличка концертна программа, і ми хочемо, щоб наші мешканці, а також гості міста, які в цей день будуть знаходитися в місті, долучилися до вишивання рушника оберегу, який ми вишиваємо вже другий рік, але дійсно цей рушник дуже великий, і, мабуть, ми ще не один рік будемо вишивати, тому всіх бажаючих запрошуємо взяти участь у вишиванні рушника оберегу нашого міста.